Всю Абхазию радует достижения в спорте, которые показывают наши спортсмены. Глава государства пригласил лучших из них, победителей и призеров в таких видах спорта, как вольная борьба, самбо, теннис, кикбоксинг, футбол, грэмплинг и карате. Особенно важно для каждого гражданина Абхазии то, что после побед на различных международных соревнованиях поднимается бело-зеленый абхазский флаг, отметил Рауль Хаджимба, приветствуя тренеров и спортсменов. Я искренне рад встрече с вами. Это цвет нашей молодежи, нашего государства. Люди, которые неустанно тренируясь, каждодневно занимаясь своими видами спорта, создают имидж и нашему государству становиться после победы под знамя Абхазского государства. Это очень трепетное и волнующее событие. Мы хотим, чтобы эти успехи были бы еще большими. Физическая культура и спорт должны стать основой развития нашего государства. Здоровье нации превыше всего. Там, где есть эта составляющая, государство развивается, получает возможности совершенно другого уровня. В нашей стране очень много талантливой и перспективной молодежи. И это очень важно, отметил председатель Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба. У нас не только в спорте, у нас во всех видах молодежные команды, молодежь, куда они выезжали, всегда возвращаются в Абхазию с победами. И мы очень счастливы, что и в спорте растет достойнейшая молодежь, которая многое еще сделает для того, чтобы порадовать наш народ, порадовать руководство своей страны, порадовать свою семью, своих родителей. Огромное вам спасибо и удачи вам. Председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Баграт Хутаба поблагодарил президента за прием и подчеркнул, что государства уделяют большое внимание развитию спорта в республике, и эта помощь имеет огромное значение. Баграт Хутаба преподнес Раулю Хаджимба подарок, который получил от Владислава Арденба после своей первой победы в Лондоне. Это лев, символизирующий мужество и непобедимость. Среди спортсменов чемпион мира по парадхэквондо Леон Цвижба. Молодой борец пожелал юным спортсменам успехов и выразил благодарность тренерам, родителям и всем благодаря труду и поддержке, которых победы стали возможны. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здесь всем сидящим спортсменам дальнейших результатов. В 2018 году какие цели у вас есть, результаты, которые вы хотите добиться на Олимпийские игры, чтобы это все осуществилось. В числе спортсменов, казалось бы, мужских видов спорта есть и девочки. Николя Гума, она вид хрупкая и очень женственная, победитель первенства Кубка мира по Шутакан Казыха 2016 года. Начала заниматься достаточно поздно. Мне было 15 лет. Можно сказать, я даже не очень хотела идти на первую тренировку, но не пожалела, что пошла, потому что спорт для меня в моей жизни занимает очень большое место. И я не представляю своей жизнью уже без спорта. Воспитанники тренера по косике карате Денниса Адлиба – самые юные чемпионы. София Авицба – серебряный призер чемпионата мира 2017 года, а Эрик Худжаян и Анри Адлиба – чемпионы мира среди детей в своих возрастных категориях. Невероятные эмоции, очень как-то волнительно, когда я прям увидел нашего президента. Хочу ему сказать большое спасибо за то, что он нас принял и поблагодарил нас за то, что мы взяли призовые места. В Абхазии растет достойная молодежь. И это, безусловно, гордость и надежда всего народа. А чем больше молодых людей будет стремиться к победам и достижениям во всех областях, тем лучше будет будущее нашей страны.